Стали известны первые кандидаты на продажу части активов в ходе новой волны приватизации. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в интервью упомянул Роснефть и Башнефть. Сколько экономисты и эксперты не кричали о том, что приватизация – не способ наполнения бюджета, все равно правительство ничего не слышит. Будет ли польза от приватизации? Об этом накануне ТВ рассказал экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Главный аргумент Минфина для продажи активов – это, конечно, латание бюджетных дыр. Однако Валентин Катасонов называет это не то что сомнительным аргументом, это скорее действие вслепую. Думаю, что они, может быть, используются в каком-то смысле вслепую, потому что сейчас курс рубля по отношению к основным резервным валютам очень упал. И, конечно, сейчас очень выгодный момент для того, чтобы производить скупку российских активов. С точки зрения решения бюджетных проблем – это совершенно неправильный способ. Этих денег хватит на несколько месяцев, в лучшем случае. Настоящие хозяева так не поступают. Так что это обычная распродажа, которая, безусловно, приведет к еще большему ослаблению нашей экономики. Какой итог? Теперь мы знаем, что Роснефть и Башнефть в списке на приватизацию. Конечно, много говорили о том, что участвовать в приватизации должны только резиденты России. Государство при этом должно оставить за собой контрольный пакет акций. Валентин Катасонов боится, что втихую продадут все кому угодно. Так выгодно ли продавать такую корову? Все зависит от того, какой мы период берем. Даже если взять пятилетний период, то понятно, что корова за пять лет даст молока, которое мы можем продать и получить денег в десять раз больше, чем если бы мы продали бы ее. Как правило, больше десяти лет никто не берет, но даже в пределах пяти лет получается, что корову продавать, ну, никак нельзя. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».